МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Смотрите сегодня. Три дня в центре внимания. В Совете Федерации страны завершились Дни Чувашия. Кровавые дни истории. В Чувашии почтили память жертв политических репрессий. Посмотрим, как они запоют. На национальном телевидении стартовал проект «Ротация». Сегодня в Москве продолжились Дни Чувашской Республики в Совете Федерации России. Глава Республики встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В беседе обсуждали текущую социально-экономическую ситуацию в Чувашии, а также вопросы поддержки Верхней Палаты Российского Парламента различных законодательных и общественных инициатив республики. Спикер Совета Федерации отметила, что в регионе царят межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Михаил Игнатьев отметил, что объявленный Годом культуры 2014 год будет способствовать сохранению в обществе духовности, морали, нравственности. А в середине дня в Верхней Палате Российского Парламента в рамках Дней Чувашии прошел час субъекта Федерации. Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал об основных направлениях развития республики. Создание промышленных кластеров, производство экологически чистых продуктов, жилищном строительстве, о некоторых инвестиционных проектах. Перед сенаторами также выступил председатель Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Попов, который говорил о необходимости продолжать адресные программы развития села. Валентина Матвиенко отметила, что Дни Чувашии были подготовлены на очень высоком уровне и дала ряд поручений по дальнейшей реализации прозвучавших предложений. 30 октября в России в 22-й раз проходит День памяти жертв политических репрессий. По всей стране сегодня вспоминают всех, кто пострадал от тоталитарного режима. Траурный митинг прошел сегодня и в Чебоксарах. Десятки людей собираются у памятника жертвам политических репрессий. Установлен он в начале 90-х на месте захоронения пострадавших от тоталитаризма. Сюда приходят те, кого так или иначе коснулись репрессии. Приходят, чтобы напомнить о национальной трагедии. Семья Анатолия Маркова, 7 человек, была сослана в Сибирь за неуплату неподъемного сельхозналога. Нас выгружили в середине тайги. Отец раньше строил Мурманскую железнодорогу, он знал это условие. Мы сразу, когда нас выгружили, начали копать очень глубокую землянку и 7 человек, 5 детей, я был грудным ребенком тогда, и отец, матерь, вот спаслись в этой землянке. По данным общественной организации инвалидов, жертв политических репрессий, от тоталитарного режима в Чувашии пострадали 50 тысяч человек. Но на самом деле репрессированных много больше. Подсчитать их точное количество уже невозможно. Они нигде не учтены. Вместе с тем, среди пострадавших, жены, дети, другие родственники, потерявшие родных и еще долгое время носившие клеймо врагов народа. День памяти проводим для того, чтобы эта история не повторялась. Чтобы память жила, мы хотим оставить напоминание что ли для будущего, чтобы не повторилось это. Мы поэтому хотим открыть музей памяти жертв политических репрессий. В память о трагических событиях, минута молчания. Зажженные свечи, цветы и панихида. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Шпионские штучки привели на скамью подсудимых. В Чепоксарах перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в незаконном обороте шпионского оборудования. Горе предприниматель приобретал, а потом продавал специальные технические средства, с помощью которых можно было вести скрытое видеонаблюдение. В начале текущего года в столице республики, обвиняемый, не имея соответствующей лицензии, за одну тысячу рублей купил две видеокамеры, закамуфлированные под брелоки и являющиеся специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. В последующем он попытался продать за 750 рублей один из приобретенных шпионских брелоков, разместив соответствующее объявление на популярном интернет-сайте, специализирующемся на электронной торговле. Однако, в момент передачи товара покупателю, его действия были пресечены сотрудниками отдела КМВД Почувашской республики. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. На федеральном участке автодороги М7 в Цивильском районе установили искусственное освещение. Трасса проходит через несколько населенных пунктов, где имеются наземные пешеходные переходы, а это зона повышенной опасности. По мнению сотрудников дорожных служб, такая система электроосвещения позволит снизить количество ДТП. На участке установлено 96 опор освещения нового образца. Для обеспечения высокого уровня освещенности установлены светильники с натриевыми лампами. На участке действуют два режима освещения – вечерний и ночной. Регулировать их будут фотодатчики своевременного включения и отключения. Расхожая фраза, что все болезни от нервов и нервные клетки не восстанавливаются, у всех на слуху. Но наша жизнь проходит в стрессах. И от различных заболеваний нервной системы никто из нас не застрахован. В Чебоксарах собрались врачи-неврологи из разных регионов страны. От инсультов до боли в спине – всем этим занимается область медицины под названием неврология. Сегодня специалисты обсуждали самые актуальные вопросы и делились опытом. Боли в спине составляют большую долю всех пациентов, которые обращаются не только к неврологам, но и к врачам общей практики. В настоящее время меняются представления о механизмах формировании боли в спине, появляется новый арсенал лекарственных средств и других немедикаментозных подходов. Поэтому врачу практическому важно ориентироваться в этом большом спектре самых разных проблем. Методы лечения, конечно, развиваются, но врачи не устают повторять. Многое зависит от профилактики. Страдает первичная профилактика. В основном это касается прежде всего нашего, может быть, менталитета. Мы не очень заботимся о состоянии здоровья. И поэтому мы у себя в регионе решили идти, как раньше говорили, в народ. Мы создали целые бригады в составе студентов, интернов, студентов медицинского колледжа, которые идут в торговые центры, идут на предприятия, измеряют давление, оценивают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, эффект от заботы о собственном здоровье отмечают врачи положительно скажется не только на самочувствии россиян, но и на демографической обстановке в стране. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В преддверии последнего осеннего месяца в Чувашии распогодилось. Столбик термометра устремился вверх. А сегодня день выдался не только теплым, но и солнечным. Сколько еще погода будет баловать жителей региона, мы поинтересовались у синоптиков. Сейчас теплая погода связана с выходом циклонов, то есть сами циклоны идут по северу европейской территории России, захватывают они именно теплым своим сектором. Вообще сейчас у нас среднесуточная температура выше средней климатической нормы на 5-7 градусов. Ну это очень тепло. Вообще такая погода продержится еще вот сегодня-завтра, затем немного начнет холодать. Таких сильных морозов мы не ждем, но ночью уже будет от нуля до плюс пяти по республике, а днем всего только плюс два, плюс семь. То есть немножечко потянется именно к климатической норме. Пока никаких установлений снежного покрова или холода мы не ждем. В октябре национальная телерадиокомпания проводила конкурсный отбор молодых исполнителей песен на чувашском языке. И вот уже есть результаты. Было сложно, но ребята доказали, что они способны на многое. Девять человек стали участниками нового проекта национального телевидения Чувашии и Таванрадио «Ротация». В течение полутора месяцев им предстоит серия мастер-классов, работа над собственной песней и выступление перед публикой. Первый урок по вокалу уже состоялся. С ребятами занималась руководитель вокальной студии сингл Вероника Арисова. «Попроси у облаков подарить нам белым сном». Смотри, припев как хорошо начала, когда меньше думала. Как-то расслабилась в какой-то момент, да, ты вообще ни о чем не думала. Так тембр у тебя раскрылся. А потом начала думать. Как говорят все великие ошибки от большого думания, да? Да. А исключи мозг. Мозг пусть контролирует только твои эмоции. Хорошо? Это уже ребята другого уровня. У них уже мышление совершенно другое, нежели то, что происходит зачастую как бы на наших сценах. Если дело касается чувашской эстрады, хотелось бы как раз улучшения. А тут как раз этот проект позволяет немного как бы поднять на другой уровень. О том, как проходил мастер-класс, о чем переживали участники, смотрите в дневниках проекта в ближайшую субботу, 2 ноября в 19.30 в нашем эфире. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова